Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Так о Григории говорят все, кто с ним дружил, работал или просто был знаком. Друзьям и коллегам он запомнился, как жизнерадостный человек со скрометным чувством юмора. Всегда веселым. Даже когда мы на носилках выносили в скорую из телецентра, он все время шутил, прикалывался, просился висеть. Самый посевенный человек с большой буквы, потому что это был глыба, это был позитив везде, всегда, круглосуточно. Он любит петь, он любит в караоке ходить. И когда я услышу, как он поет, изображает Челентано, я на самом деле ему говорю, иди, может быть, на сцену, может, тебе куда-то попробовать. Он был в душе и вообще театралом. Он мог всегда как-то подходить к образам. Даже когда мы с ним обсуждали, например, какие-то стендапы, он с театральной точки зрения мне советовал, что лучше сделать. И на самом деле это помогало. Еще одним хобби Григория были машины. Он интересовался гонками и мечтал купить себе необычный ретроавтомобиль. Страсть к машинам нашла отражение и в профессии. Несколько лет Григорий был ведущим и корреспондентом программы «Автодрайв». Но делом всей жизни для него был спорт. Вспоминая о Грише, его коллеги с улыбкой говорят. Он снимал сюжеты про дисциплины, о существовании которых знал только он и его герои. Григорий на моих глазах пришел в ННТВ. Стремительно стал набирать высоты спортивной журналистики. И был громадным молодцом в нашей Нижегородской губернии, захватывая своим мастерством, профессионализмом. Говорят, что незаменимых людей не бывает. Хочу опровергнуть. Незаменимые есть. Вот Григорий как раз такой человек. Это действительно непревзойденный спортивный журналист, и друг, и товарищ. И я считаю, мы понесли невосполнимую утрату. Вся журналистика, весь Нижегородский спорт. На просьбу поделиться секретами профессионального мастерства Григорий всегда отвечал одной фразой. Я просто смотрю игры и соревнования глазами болельщика. Вот эти эмоции. Я так же переживаю, когда проигрываю, так же радуюсь, когда побеждают. Поэтому за счет этих эмоций, ну, еще 10,5 лет, надеюсь, протяну. Нестандартных журналистов. Очень мало. Актотрофически не хватает. Поэтому остается это слово. Ну, почему? Я не знаю, может быть, там тоже их не хватает. Его настоящая фамилия – Попов. А Жегин – это псевдоним. Девичья фамилия матери. Просто в его родном Северодвинске, как он сам рассказывал, Поповых очень много. Поэтому он и взял другую фамилию в эфир. Под ней мы его и запомним. Мы будем продолжать, чтобы то дело, которое он делал, без него. Но он продолжал жить в его мечтах, чтобы наши спортсмены были успешные и удачливые. 4 февраля Гришу на карете скорой помощи госпитализировали из здания телецентра. В ночь с 5 на 6 февраля он скончался в отделении интенсивной терапии городской больницы номер 5 от обширного инсульта. Ему было 40 лет, последние 15 из которых Гриша провел в объективе камер. Символично, что и в последний путь спортивного журналиста проводили в присутствии съемочной группы и подбурные аплодисменты коллег и спортивных болельщиков. Гришу похоронят на его родине в Северодвинске. Валерия Стародомова, Ренат Бигбаев. Итоги недели ННТВ.